Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Вертолет Ми-8 готовится подняться в небо Такие облеты борт МЧС обычно совершают летом В пожароопасный сезон из иллюминаторов Лучше видно начало возгораний в тайге Но сейчас зимой цель совершенно другая Нужно найти незаконные ледовые переправы Их много на Братском водохранилище И они не менее опасны для автолюбителей и пешеходов Чем лесные пожары На борту вертолета сотрудники МЧС Представители Братской районной администрации В общем все те, кто сегодня несет ответственность За содержание ледовых переправ Этот рейд первый за время работы регионального управления МЧС После трагических событий в Киринске решили Проще упредить ЧП, чем ликвидировать последствия Тем более, что состояние льда в этом году называют аномальным Ну вот смотрите, у нас середина декабря была теплая Лед как следует не намерз Потом, как вы заметили, выпало чрезвычайно много снега Давление снега очень велико А лед там, где должен был быть 80 сантиметров, 60 Сейчас он 20, 25 В общем создается угроза провалов людей под лед Наша съемочная группа на борту сразу и в качестве журналистов И в качестве помощников спасателей Дело техники объектив камеры может приблизить нарушителей И позволить лучше рассмотреть обустройство ледовых переправ Особенно с учетом того, что вертолет может максимально снижаться Плюсом видимость в 5 метров Только легкая морозная дымка За бортом минус 50 Панетворен состояние льда С докладом И с фиксацией нарушений Будем выполнять полет Значит, вдоль береговой черты И с фиксированием нарушений Высота полета до 100 метров Первые нарушители замечены недалеко от населенного пункта Ключи Булак на свой страх и риск Выезжают налеты контроля с воздуха Уж точно не ждут Но это вынужденная мера В так называемых заморских поселках Живет 3,5 тысячи человек В межсезонье они отрезаны от большой земли Летом переплавляются на паромах Зимой по льду На Братском водохранилище официальных переправ 3 Сейчас открыта одна, Большоокинская Ководу готовят Допчурскую и Хоранжинскую На них замеры льда проверяют еженедельно Данные уходят в Главное управление МЧС А оттуда председателю регионального правительства Но люди все равно ищут другие пути И находят их Это охотники, промысловики, лесники Проезжают на этих Ну, на мотосанях-то на этих, на лыжах Курки делают, проверяют, мешки ставят себе чистят Вот если с города по дороге 167 километров до Хоранжина А напрямую 40-50 Вот вдоль берега на много километров тянется настоящая магистраль Здесь ездят уже не на снегоходах, на большегрузах На заморских территориях, много лесных предприятий Нарушители регулярно останавливают сотрудники ГИМС Такой момент попадает и в объектив нашей камеры Но уследить за всеми на площади в 5,5 тысяч квадратных километров с земли сложно А с воздуха вся акватория, как на ладони Инспекторы неотрывно смотрят в иллюминаторы И каждую проторенную по льду дорожку фиксируют ГИОТ не поставил Поэтому будет видно Ну и так уже я вижу где это, какой район Видно, что не для легковых машин широкие полосы Конечно опасные, потому что никто не мерил толщину структуру льда И допустимую нагрузку, сколько выдержит лед Но охота на нарушителей не единственная цель облета Внимательно смотрят на белое полотно водохранилища Замечают каждый торос, каждую трещину Их много и они таят в себе потенциальную опасность Замечают перемены в структуре льда И опытные местные жители Поэтому в Братском районе этой зимой нет ЧП Я доволен сегодняшним облётом, потому что на этот же период прошлого года В море было всё вот так вот изрезано Сейчас была осень холодная В декабре, ещё на 20 декабря лёд был 15-20 сантиметров Поэтому выездов не было и ЧП у нас таких не было Но сейчас с этими морозами начали открываться несанкционированные съезды Каждый несанкционированный съезд, выявленный во время облёта Теперь проверят по инструкции, если предположения спасателей подтвердятся Такие дороги должны будут перекрыть А там, где найдены ледовые трассы, пройдут рейды с участием администрации, МЧС и ГИБДД Мы увидели два места, где съезжает автотранспорт на лёд В ближайшее время с администрацией и с МВД Спланируем мероприятия совместные по выявлению правонарушителей Значит, несанкционированный выезд на лёд Братского водохранилища Как вы знаете, это нарушение 153-го областного закона Влечёт штраф в размере до 1000 рублей на граждан Первый в Приангарии мониторинг ледовой обстановки с воздуха завершён Теперь время составить отчёты о полуторачасовом облёте и начать действовать Чтобы сезон в Братском районе закончился так же, как и начался Без единого несчастного случая Эфир «Середины земли» продолжат журналисты из Забайкальского края Информационный обзор жизни региона представит Анжелика Гришина Здравствуйте, коллега! Доставлять пациентов в Сретенскую районную больницу будет бесплатный автобус Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края Расскажите, когда машина совершила первый рейс? Здравствуйте, Юлия! Автомобиль марки УАЗ на первый маршрут вышел 22 января Пока отрабатывается маршрут Сретенск-Кокуй В дальнейшем планируется доставлять пациентов из других поселений В районе, кроме ЦРБ, есть два структурных подразделения Районная больница города Сретенск и участковая больница поселка Усть-Карск А также 28 ФАПов Автобусного сообщения между населенными пунктами, кроме Сретенска и Кокуя, нет И к другим темам Голос эпохи, душа на разрыв Его так часто называют сегодня Хотя, будь он жив, наверняка бы сиронизировал на эту тему В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные 80-летию Владимиру Высоцкому Вспоминают сегодня поэта и в Чите С теми, для кого он был не просто узнаваемым артистом, пообщалась Юлия Тимошенко В какой советской семье не было хотя бы одной пластинки Высоцкого В СССР его песни издавались большими тиражами Так, фирма «Мелодия» с 1987 по 1992 выпустила целую серию грампластинок Под общим названием на концертах Владимира Высоцкого, включающую 21 диск Многие из тех, кому сейчас за 50 впервые услышали хриплый голос артиста еще в ранней юности Евгений заболел Высоцким в 70-х Впервые я услышал от брата эти записи Ну, пока был, как бы сказать, еще маленький Особо внимания не обращал, да и мама у меня откровенно Высоцкого не любила Называла его «Горлопан хрипатый» Как вы его можете слушать? Ну, потом немножко подрос, уже стало модно слушать и Высоцкого, и Висбореда В какой-то телепрограмме, по-моему, Кинопанорама была программа Я услышал выступление Высоцкого Он сказал, я не музыкант, я поэт И вот это как-то вдохновило меня именно слушать тексты песен И когда я стал обращать внимание на тексты песен, я стал вообще по-другому все это воспринимать Если в 80-е с покупкой пластинок проблем не было, то в 70-х достать записи поэта было непросто Евгений вспоминает, как с друзьями всеми правдами пытался заполучить новые записи Как переписывал с бобин песни у знакомых Юному поклоннику Высоцкого повезло Мама его одноклассника была товароведом в музыкальном магазине И все новинки сразу появлялись у него Мальчишки выстраивались с магнитофонами к нему в очередь, чтобы переписать на ленту песни Высоцкого Были среди читинцев и настоящие фанаты Знакомый Евгения как-то поехал в Москву, чтобы за бешеные деньги купить редкую неконцертную запись артиста В советские годы Высоцкий звучал изо всех окон Читинцы слушали его дома, на улице мальчишки играли на гитарах, подражая своему кумиру Люди собирали записи, скупали пластинки, вырезали заметки о нем из газет и журналов А дед Андрей собирал фотографии и открытки Высоцкого, переснимая что-то с печатных изданий, пластинок и даже экрана телевизора Многое подарили друзья и соседи В итоге набралась коллекция из почти двухсот фотографий Когда деда не встал, он умер, коллекция перешла, бабушка ее сохраняла Потом со временем, когда уже все началось, хотели бы выкидывать эти фотографии Вы спасли? Ну да, я говорю, давайте мне, я потом лучше, будет у него дата, тот юбилей будет, 80-летие, 70-летие, 90-летие Я говорю, может они у меня сохранятся, я потом их или на радио, или на телевидении отдам пусть Или, как говорится, куда-нибудь на выставку сделаю Дед Андрей собирал эту коллекцию до 1976 года Он ушел из жизни, не зная, что кумир ненадолго его переживет Владимир Высоцкий умер в возрасте 42 лет За свою недолгую жизнь он написал более 600 песен и не любил, когда его называли Бардом Сегодня его имя носят улицы, небоскреб, самолет и даже астероид Во многих городах ему установили памятники, к его юбилею выпущена монета Но все же главное, что Владимир Высоцкий и его песни навсегда остались в сердцах почитателя его таланта Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край В Центральной детской музыкальной школе имени Брониславы Павликовской прошла городская олимпиада по сальфеджио Конкурс, организованный Комитетом культуры и администрации города, проходил впервые, но собрал более 50 учеников Сальфеджиада такая форма музыкального состязания, которая уникальна не только в Забайкальском крае, но и в России в целом Она способна выявить не просто талантливых музыкантов, но и людей, которые способны развивать музыкальное искусство в качестве потенциальных педагогов Нам очень нужны специалисты по теоретическим дисциплинам И мы надеемся, что когда-нибудь кто-нибудь обязательно из участников сегодняшней олимпиады будет работать в наших учреждениях дополнительного образования детей Потому что без теории, конечно, немыслимо музыкальное образование, это тот фундамент, который должен у каждого из вас быть с собой В состав жюри сегодня входят ведущие специалисты музыкального направления Забайкальского государственного университета, Забайкальского краевого училища искусств, а также преподаватели музыкальных школ Детей очень много, вот я посмотрела, пришли с разных школ, будем смотреть уровень, будем оценивать Разработана специальная бальная система, поэтому будем оценивать очень объективно Освоить нотную грамоту только первый этап обучения сольфеджио Далее требуется умение чисто пропеть листа мелодию нотами или подобрать ее на инструменте, а также записать любую, услышанную по всем правилам В курсе сольфеджио это называется музыкальный диктант Мне сольфеджио нравится, это знание музыкальной грамматики какой-то Нужно знать, во-первых, ноты, потом паузы, тональности, знаки в тональностях Учащиеся музыкальных школ города с 3 по 8 класс пишут диктант, проводят анализ музыкальных элементов на слух, исполняют незнакомые мелодии по нотам Сольфеджио – один из самых сложных предметов в музыкальной школе И решиться принять участие в этой олимпиаде уже победа Тамара Ванфули, Андрей Шаронов, Середина земли, Забайкальский край В программе Середина земли мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края Сейчас я передаю слово коллегам из Китая, они уже с нами на связи Здравствуйте, о чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях связанных с Китаем в студии Сенчжунань На Всемирном экономическом форуме в Давосе прошел День Китая Целый ряд выступлений, семинаров и встреч посвятили китайской экономике Подробности у моих коллег Одним из самых ожидаемых в рамках Дня Китая в Давосе было выступление главы китайской делегации Руководителя канцелярии рабочей группы ЦК КПК по финансам и экономике Лю Хэ Он рассказал о новейших тенденциях развития китайской экономики Переход от стремительного роста к высококачественному развитию – это то, что сейчас действительно нужно нашей экономике В настоящее время средний душевой доход в Китае составляет около 8 тысяч долларов в год И чем ближе мы приближаемся к отметке в 10 тысяч, тем сильнее мы стремимся вперед На этом этапе нам нужны структурные реформы Если говорить простыми словами, то раньше нас волновало, есть у нас что-то или этого нет Теперь мы должны подумать над тем, насколько хорошего качества то, что у нас есть Нам нужно создать наилучшие условия для инноваций Например, тех, которые помогут увеличивать потребление, развивать промышленности и сектор услуг Тех, которые помогут более рационально проводить урбанизацию Это могут быть энергосберегающие здания, умные города, более современный транспорт А также инновации, которые помогут в защите экологии Руководители международных организаций, приехавшие на форум, говорят Мир видит, что справляться с этой задачей Китаю удается Мы видим, что модель экономического развития Китая трансформируется Если раньше в ее основе был экспорт и инвестиции, то сейчас все большая роль отводится потреблению и развитию сектора услуг Это закономерный результат, проводимых в стране структурных реформ Особенно хорошо это заметно в финансовой сфере, в области контроля над кредитными рисками Поэтому можно сказать, что рост будет стабильным Отдельный круглый стол посвятили китайской инициативе «Один пояс, один путь» В нем принял участие президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Дзин Ли Чюнь У нас сейчас 84 участника, и большинство из них – это страны одного пояса, одного пути Поэтому мы, естественно, много инвестируем в инфраструктурные проекты в этих странах, поддерживаем их И мы, естественно, готовы рассмотреть любой проект, выдвинутый кем-либо из наших участников Но, конечно же, есть и определенные требования Эти проекты должны в перспективе приносить прибыль Они должны приносить пользу и быть экологичными Кроме того, вне зависимости от того, где мы, в каких странах и регионах реализуем эти проекты Они должны быть полезными для местного населения Большое внимание в рамках Дня Китая уделяют и развитию электронной коммерции Проходят встречи с основателями гигантов интернет-торговли Alibaba и JD И это, уверены организаторы, станет новым толчком для развития торгово-экономических отношений между странами И усовершенствования логистики В Китае отметили традиционный праздник Лаба, который приходится на восьмой день 12-го месяца по лунному календарю Это своеобразная прелюдия ко встрече праздника весны В этот день приняты к есть кашу Лаба Джоу Ее уже седьмой год подряд раздают всем пришедшим в храм Тяньдже в пригороде Пекина Наши корреспонденты расскажут о древней китайской традиции Несмотря на то, что на улице почти минус 10, в храм Тяньдже, что в 45 километрах от Пекина, пришли огромные толпы людей В одном из самых известных и крупных буддистских комплексов китайской столицы раздают горячую кашу Лаба Джоу Ее готовят из восьми видов злаков, добавляют орехи и сухофрукты Употребление этой каши символизирует людские молитвы о хорошем урожае, счастье и мире Праздник Лаба существовал уже 3000 лет назад Тогда он назывался праздник урожая С приходом буддизма в Китай его стали отмечать в конкретный день календаря Согласно религиозным верованиям, именно в этот день Чак Ямуни достиг просветления и стал Буддой Однако большинство пришедших в храм сегодня сделали это не по религиозным убеждениям Я слышал эту историю от старших представителей моей семьи Они рассказывали, что раньше кашу раздавали только бедным Но теперь за ней приходят все желающие и молятся за мир Эти молодые люди не побоялись ни холода, ни расстояния Их путь из соседней провинции Хэбэй в Пекин занял более двух часов Мы с друзьями решили приехать сюда все вместе Они были уже не раз, а я впервые С радостью присоединяюсь к празднику в надежде получить благословение И рада, что традиции фестиваля праздника Лаба сохраняются По словам организаторов, подготовку к событию они начали за месяц А чтобы приготовить саму кашу потребовалось не менее десяти часов Все ингредиенты для нее подготовили местные монахи Наш храм воскресил эту традицию семь лет назад Теперь мы проводим праздник ежегодно Когда мы начинали, приходили десятки желающих Теперь в этот день храм посещают тысячи людей Несмотря на то, что традиции раздавать кашу уже тысяча лет, она по-прежнему сильна В Китае считается, что во время холодного зимнего сезона Чашка горячего и полезного лакомства приносит в каждый дом тепло, счастье и здоровье Татьяна Климова, CGTN О других событиях мы расскажем в следующих выпусках До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»